Это тот самый смелый подросток, который не мешкал ни секунды, когда прыгал в реку, чтобы спасти пожилую женщину. Её уносило течением. Ален понял, что пенсионерка теряет сознание. Ещё чуть-чуть и её не спасти. Мой брат садил возле реки, разговаривал по телефону и увидел бабушку, которая тонет. Он сначала не обратил внимания, не думал, что кто-то тонет. Потом разглядел человека. Он стал звать нас на помощь. Я сразу же побежал в сторону реки Машет, прыгнул с моста в воду и вытащил бабушку на берег. На помощь Алену Мейербек поспешил его брат Курмет. Вместе удалось вытащить пенсионерку на берег. Пока ребята ждали скорую, смогли оказать пострадавшей первую помощь. Спасённой оказалась 78-летняя пенсионерка, бывший педагог Орункуль Жанабаева. Женщина отступилась и её унесло течением. Метров на 600 от берега. Благо, сейчас всё позади. Благодаря смелому школьнику и усилиям врачей. 14 октября ближе к обеду в больницу на скорой медицинской помощи была доставлена пациентка в тяжёлом состоянии. Ей назначили лечение. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Наблюдается в поликлинике. В торжественной обстановке ученика поблагодарили сельчане и руководство школы. Эти тёплые пожелания, прежде всего, за неравнодушие. «Ален учится у нас в 10-м классе. Он очень воспитанный и добрый. У него много друзей в школе. У него огромное желание учиться. Ален также поддерживает здоровый образ жизни и занимается спортом». За героический поступок в департаменте по чрезвычайным ситуациям братьев планируют представить к награде. Спасатели в очередной раз напоминают об опасности нахождения возле рек, независимо от времени года. «С начала года зарегистрировано два факта чрезвычайной ситуации возле реки. В марте этого года в реке Машат едва не утонула пятилетняя девочка, а трёхлетний мальчик утонул в реке Арысь. Главная причина – безответственность родителей. Они не смотрят за своими детьми. Чтобы предотвратить ЧП, хочу попросить сельчан быть осторожнее». Что касается юных спасателей, себя они героями не считают. Говорят, просто оказались в нужное время в нужном месте. По их словам, в этом заслуга и родителей, и педагогов. Это они научили. Всегда протягивай руку помощи, ведь когда-нибудь эта помощь может понадобиться и тебе самому. Куркем Сибалиева, Александр Кропивкин, информационная служба, телекомпания «Утрар».